Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение замечательной игрушки, которая называется Mad Max или Безумный Макс. Мы с вами раздобыли кузов для нашего шедевра, ну скорее будущего шедевра, потому что пока что это все-таки груда металла по-прежнему, но по крайней мере в этот раз уже в кузове. И теперь идем домой, на базу, потому что у меня очень мало здоровья и все очень печально, но благо до базы тут совсем недалеко. Открытое достижение по дороге в никуда. Прекрасное название по-моему для достижения, я считаю. Так, ну как-то не было мы приехали, а это не может не радовать. Ну а собака хромая бегает, ну хоть жива осталась, все в порядке. Динки, иди. Так, а тут можно что-нибудь смотреть? Убежащий жестянщика, покинутый корабль. У лома у нас 78, по-прежнему пока нам не дает разобраться, что на этот лом можно покупать, либо куда его использовать, ну да в общем-то и хрен с ним. Так, ну говорим-то о жестянщиках, переходим к следующему зданию, потому что больше пока делать нечего. Пока что у нас такое обучение, я так понимаю, сюжетная завязка. Приступить к миссии. Мне нужно нечто большее, чем кузов на колесах. Аминь! Нужны доп. счастья, причем редкие. Помоги мне собрать весь этот лотиль. Я смастерю гарпун. Какой же ты уродец, вообще пипец. Так, гарпун, говоришь? Гарпун, это интересно. Так, найдено лома 11. Лом можно собирать по всей пустоши, он нужен для улучшения шедевра. С помощью гарпуна мы сможем прорваться сквозь припоны. Они так же пригодятся в бою. Каким образом? С его помощью можно подбежать врагов, открывать дверцы, броню, даже колеса. Прикольно. Вот это прикольно. Я прям уже живо поставил картину, как на полной скорости у машины колесо отрывать гарпуном. Наверное, было бы весело. Теперь у нас все есть. Только хлам и запчасти. Но тут нет зазобранного наконечника. Где же он? А, в моей койке. Он был нужен для самозащиты. В койке самозащита с забранным наконечником. Что-то ты, по-моему, темнишь. Ладно. В общем, не важно. Так, ну, кажется, вот он. Даже не хочу знать, что с ними дело в этой кровати. Если гарпун не соврал, гарпун нам очень пригодится. Ну что ж, надеюсь, что он не врал. Отнести озабленный наконечник к жестянщику. У меня есть наконечник. Даро пожаловать в гараж. Именно здесь вы можете строить и модифицировать шедевр. Категория гарпун отмечена значком цели задания. Перейдите в нее, чтобы установить обычный гарпун. Круто. Давай. Макс нашел забранный наконечник и собрал достаточно лома, чтобы установить обычный гарпун. Обычный гарпун. Хо-хо. С помощью такого инструмента мы будем вскрывать вражеские двери, как консервы, а также крушить. Кстати, у Макса хватит лома еще и на таранную решетку. Берите в категории решетка. Успел прощать тоже. Ладно, фиг с ним. Хорошо, таранная решетка, так таранная решетка. Давай. Установите улучшение для решетка драка. Повышает ударную силу на 10% и снижает урон тарана на 10%. Неплохо. Десять лома. Давай. Установка завершена. Закончив, нажмите B для выхода из гаража. Так, следующий пока закрыт. Давайте поглядим, может, это еще нам доступно. Хотя, что-то я как-то в этом сильно сомневаюсь. А, движок V6, V8. Макс сказал, что нужен 8-цилиндровый движок, что 6-цилиндровый не канает. Но пока что у нас только 6. Хлопная труба. Я так полагаю, что все закрыто остальное. Просто много всяких разных улучшений. То есть тюнинг у автомобиля очень даже неплохой, как видите, да? Подвеска, все, что хочешь, короче. Нитро даже есть. Вообще прекрасно. Колпаки. Ладно, потом все это будем изучать. Продолжаем. Мне быстро требуется нитро. Я знаю, как его сделать, но нам нужны детали. Значит, мы их достанем. За гарпоном это будет просто. Да, но сначала там полно воинов-члема. Если с ними не разобраться, они прикончат и тебя, и меня, и шедевр. Ладно, займемся этим. Так, меню паузы. Гарпун. Гарпун. После установки корпуса Макс и Жестянчик получает возможность сдирать части вражеских машин, а также сносить ворота и другие объекты. Неплохо. Так, ну что, погнали дальше. Покинуть и берешь Шестянчик. Шестянчик останется или с нами? Ну, конечно же, с нами. Видишь эти железных чучел? Им воины-члема метят свою территорию. Вали их. При таране можно повредить капот, но это нужно сработать. Ну да, пробуем. Тарантия пугала на шедевре, чтобы уничтожить их и повредить уровень угрозы в Ольгионе. Смел, мачисто. Интересно, а осталось там? О, да. С них падает лом. Целых 12 штук. Неплохо. Здоровья по-прежнему у меня очень мало, и нет нифига воды, поэтому мне будет это что-нибудь раздобыть бы, на самом деле, сначала. Так, а цель наша пока что просто пугало уничтожать, я так полагаю, да? Потому что других целей никаких я не вижу. Ну что же, ладно. Давайте попробуем. Пугало так, пугало. Смена оружия вправо-влево. Так. Ага. Прицельный выстрел. Ага. Так, тяните машины. Прикольно. Давай. Радость-то какая, говорит. Ну, забавно сделано, мне нравится. Гарпун, нифига. Ой, не-не-не, тихо, не стреляй, пожалуйста. А, патронов нету, нифига. Просто не очень-то непривычно. Управление пока что... Так, как сюда, мать его? А тут вообще внутри пол нифига и нету. Да. С этого не выпало, вон, какого лота. Жаль. Но, по крайней мере, будем знать, что с не всех пугало упадает. Лот. Только с некоторых. Так, хорошо. Погнали к следующему. Хочется попробовать на скорости загарпунить его. Получится, не получится, интересно. Вот в чем вопрос. Давайте попробуем. Очередной мульгарный памятник через сквернение машин. Уничтожай его. О, да, получилось. Мы очистили эту землю от пугал. Теперь лагерь шлема перед нами беззащитен. Атакуем его. Нет, сначала пройдем разведку. Точно, чтобы видеться, что праведных воинов не пожинают какие-нибудь сюрпризы. Как текстура исчезает, смотри, прям, да, на глазах. Ну, в принципе, при такой-то большой карте гигантской, да, я думаю, что это не мудрено. Так бы, иначе все лагало бы дико, если все это оставалось. Но все же все равно немножко неприятно, что разработчики прибегли к таким нехитрым приемам, чтобы улучшить производительность. Так, вот оно, получается, место, где этот лагерь. Давай попробуем провести разведку. Как у нас там включается бинокль? Не, видимо, утром приехали же провести разведку, потому что это очень далеко. Ну, где машина? Тогда погнали. Изучить лагерь со смотровой площадки, да, вот же. Ну, просто читай, что пишут, и тогда все будет хорошо. Тогда я не буду втыкать. Ну что ж, погнали. Блин. А машина не так дурна, как кажется. Какие препятствия подливает, так лихо, да? О, да, детка. Зачем нужны все эти лагеря? Нефть, они в качестве прямо и земли прорядут в Гастаун, чтобы ее очистили и обензинили. Газолин ин Гастаун. А, так мы же здесь уже были в этом месте. Мы снова приехали сюда, и на этот раз уже навеливаемся дать людей этому лагерю. Ну, хорошо, да, попробуем. Посмотрим. Огнеметная труба. Огнеметная труба защищает главный вход в лагерь, воздвигая на пути уничтожителей убийственную стену пламени. Чтобы назвать трубу, можно уничтожить ее источник топлива. После усиления огнеметной трубы практически мгновенно уничтожит любую цель. Это получается вот этот источник топлива, да? Бочка. Горлан. Горлан поднимает тревогу в лагере и вводит его обитателей в боевое безумие. Под действием его криков враги становятся опаснее. Чтобы вновь ослабить их, убейте Горлана. Интересно. И снайпер. Снайпер оберегает поступы к лагерю, высматривая потенциальную угрозу. Снайпер постановит засечь нарушителей с большого расстояния и метко стреляет как на малых, так и на больших дистанциях. После усиления снайпер начинает стрелять еще быстрее и точнее. Жестко. Вроде как все. Напоминает, да, вот этот миддлэрф в лагере орков? То есть, в принципе, это примерно то же самое. По сути. Ну, хорошо. Так, периметр лагеря обычно охраняется. Если вы приблизитесь к лагерю, его охрана поднимет тревогу. Если индикатор тревоги заполнится целиком, защитники лагеря станут намного сильнее и опаснее. Понятно. Что ты там взглядел, святой? Таня большая охрана, разберусь с ними, прежде чем войти в лагерь. Да, нашему шедеру все попрещу. Надеюсь. Так, ну что же, начнем тогда, пожалуй, со снайпера, наверное. Загарпудем попробуем ему сейчас. Я думаю, что должно получиться. Они нас заметили, они готовятся к бою. Так, тихо. Великолепно, правда, я куда-то упал, теперь в кулаку, ада. Готово, теперь ворота. Чтобы покосить гнибетные трубы в ворот лагеря, найдите и уничтожьте питающий их топливный бак. Да, это я понял. Я даже вижу, где он. Вот он, показан на карте. Тихо, 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 задний ход, задний ход. Можно, в принципе, передний. Отлично. Красота. И вновь мы убеждаем. Так. Возьмем побольше разгонщик, пожалуй. Тихо, тихо, только не падай. Интересно, ручник на машине есть вообще, нет? Что я пока его, честно говоря, не увидел. Хрен его знает. Ладно, не важно. Так. Побольше разгон, посильнее, побыстрее скорость. Твою мать, и просто промах. На самом деле не подумайте, что я такой тупой. Просто машина реально очень сильно на песке носит. Управление не самое простое получается. Ладно. Попытка номер три уже получается у нас, потому что первая попытка была немножко повредить ворота. Вот так. Вот это я понимаю. Так, как бы, ну, будь на щеку, чтобы никаких сюрпризов. У нас заметил горлан. Ни хрена какой. Если вы приблизитесь к горлану, он поднимет тревогу. Если индикатор тревоги заполнится целиком, окружающий горлана бойцы станут сильнее и опаснее. А это что такое? Ну-ка, подожди-ка. Твою мать. Да все, я не сказал, станут опаснее, сейчас по-любому мы не успеем уже. Ёп! Первый театр меня еще убили. Вот это факт. Ну что ж, первая смерть, посмотрим, где был чекпоинт. Если вам пришлось страдаться с вражескими машинами на своих двоих, уклоняйтесь, чтобы стреляйте по шинам у водителей. Поездив крепость, вы можете быстро перемещаться в нее. Учтем. Отлично, чекпоинт отсюда, у нас теперь полная жизнь. Так что, по идее, все будет хорошо. Вот этот убогий горлан у нас именно все портит. Надо быстренько его как-то постараться замочить. Есть у меня дробовик? Патронов нету, понял. Да не, нереально, короче, фиг с ним, пусть они станут сильнее. Я думаю, что мы справимся и так. Добивание за точкой. Прямо по почкам. Да, стали сильнее, смотрите, подсвечены красным. Ну давай. Посмотрим, кто кого. Вот так. Отлично. Ты же знаешь, что меня не надо бивать, я всего лишь барабанщик. Конечно, родной. Убить горлала. Можно выстрелом из дробовика, либо сломав ребятку под ножей крана. Слушай, братиня. До скорого. Нифига его. Разметало просто в клочья. Черного на черном больше нет. Он погиб. Найти останки машины Макса. Жалко, да. О, тут лома 10. Нифига, надо все поднять. В хозяйстве сгодится, я думаю. Это то, что нам нужно? Ликвия прошлого. Фотография. Макс, нам тебя не хватает, возвращайся поскорее. Вернусь ли я? Вернусь ли я когда-нибудь? Интересно. Нужно сломать насос. Эмбрема 0 из 3. Лом. Так. Понял. Вылавливаем к чертям двери. Здесь у нас новые пацаны. Буря усиливается. На тебе, не ори. Просто убил. Ой-ой-ой, откуда ты-то взялся тут, интересно? Ладно, с тобой мы тоже сберемся. И тебя вылечит, и меня вылечит, как говорится. Неплохо. Поднимаем, пожалуй, оружие. Заточку. Так, лом. 3 из 10. Ни хрена. Офигеть. Жестко. Это ты проявляешь, когда гольбой усиливается? Так. Уничтожьте все эмблемы и члема, чтобы выполнить дополнительную цель в лагере. А что задает эти высоты? Просто так, или какой-то опыт, или еще что? О. Халява. Два стрелома сразу. Неплохо. О, вода. Вода вообще прекрасна. То, что доктор прописал. А я щеблой мимо не прошел уже. Чудесно. Нады были водички. Немного лома. Ну, давайте смотреть по странам. В всякий случай, мало ли, где-то еще лом найдем. Офигеть. А вот теперь лучше торопиться, наверное. Вот еще и молния и битва все это дело. Добро мотаювно не закончится. Так, смотри-ка, тут есть подъемный ах и спуск вниз. Куда начало пойдем? Давайте сначала сходим, попробуем наверх. Ай, Макс, ну что ж ты делаешь тут? Лом, что это? Что это за адовая адская фигня там? Сквозь текстуру колышется. Так, боеприпасы хорошо. Лом прекрасно. А, ну собственно и все. Значит, нам нужно было вниз. Ну что же, здорово. Тогда вниз и идем. Так. Надеюсь, хоть там не будет так громко. Да, тут не слышно бурю, по крайней мере. Но все в пыли. Сколько осталось, сломаю, еще пять. И две эмблемы еще надо найти. Опять он. Кто он? А что, ты кого-то пропустил? Даже не видел, что ли? Ладно, не важно. Так. Немножко лома. Путь наверх. А этот путь куда ведет? Вниз. А мне показано по идее наверх. Так что, пойдем сначала сходим вниз. Прекрасно. Это же вода или что это такое? Сюда можно вступать? Да, можно. Ну, отлично. Так, уже семь лома нашли, кстати. Ну, в принципе, патроны не жали, поэтому, грубо говоря, они еще не потеряли. Наоборот, в плюсе осталось. Потому что дали нам патрона два, а потратили мы один. Так что, в целом, нормально. Так, ладно. Надеюсь, кажется, здесь все. Что тебе нужно? Время пришло, Скиталис. Твой путь, пусть и кривой, привел тебя сюда. Скоро мы с тобой будем действовать заодно. Когда твой дух будет готов, приходи ко мне. Какого? Это что еще, блин, за черепашка Ниндзи? Какого хрена у него? На спине какое-то... Кресло какое-то, блин, или кровать. Кресло-качалка, похоже. Типа от пустыни и солнца защищает. О, пацаны сидят. Сажаясь с рукопашным боем, Макс накапливает ярость. Накопив достаточно ярости, Макс переходит в режим ярости, в котором все его удары становятся сильнее. Действие режима ярости заканчивается спустя определенное время или после уничтожения всех врагов вокруг. Круто. Не зря же Макс называет. Ух ты, мать твою. Безумный Макс, не так ли? О, ярость включилась. Ну-ка, попробуем. Нифига. О, с двух ног вошел. На тебе в щи. Офигеть. На. Заточку просто всадил в голову. Жестоко, конечно. Игра очень жестокая. Офигеть. Добиваем. Вот так. Фу. Класс. Повышение уровня. Уничтожить насос. Тогда им будет не за чем сюда возвращаться. Нефтяной насос требуется взрыв. Можно взрывать с помощью канистры. Но просто только в том, где ее найти, эту канистру. Так, трофеи. Хорошо. Вот еще одно эмблемо вижу. А, там у нас спуск дальше туда, обратно. То есть к машине. Значит, идем далее. Наверное, там вот. Где дверь, которую можно сломать. Или здесь канистра будет одной из двух. И тут только лом. Ну, в общем-то, тоже неплохо. Так, лома у нас 8 из 10. Осталось 2 еще где-то. Место. Открыто новое достижение. Вот канистра. Топливный склад. Подойдет. Так. Окей. Ну, погнали взрывать. Жалко, конечно, такую чудо техники уничтожать. Тем более, варивание на постапокалипсис, когда с бензином наверняка не лады. Но делать нечего. Поджигаем. И отходим на безопасное расстояние. Ни хрена. Бомбанула на славу. Лагерь с нефтяными насосами течения. Уничтожить нефтяные насосы. Врагов нет. Лагерь заняли ваши союзники. Они будут регулярно поставить вам партии лома. О, это круто. Дополнительно. Лом 8 из 10. Эмблемы в серийку и прошлого одна. То есть все. Хорошо. Это было жестко. Достигнутый снова царь для лагеря. Угрозу с 13%. Тот парень из тоннелей. Нужно найти его. Даксич, что он хотел, этот парень из тоннелей? Для начала лом. Вот еще. А последний наверняка будет вон там, наверху, да? Ну, если даже нет, то значит, я просто упустил из виду где-то до этого осталось в тоннелях. Поэтому не будем заморачиваться. Тогда пойдем уже дальше. Нет, он здесь. Отлично. 10 из 10. Так. Прохождение 100%. Здорово. Просто здорово. Мне сюда же вообще по идее, да? Показано вроде да. Блин, прикольная игра. Не знаю, как вам, а мне лично нравится. Я люблю такие игры, такого плана. Открытый мир. Много возможностей. Прежде чем возвращаться, нужно еще кое-что сделать. Но у нас уже есть все, что нужно. Мы должны работать над шедевром. Тебе не понять. Ясно у тебя свои причины. Я пойду с тобой. Жестянщик благоволит удачу. Ему оба нужны тебе. Сэнди. Ты нужна с нами. Точно. Так, ладно. Встречай с таинственным жителем пустоши. Давайте попробуем. Если хочешь идти один, возьми ракетницу. Когда она подойдется, жестянщик стреляй в небо. Моя биография ракетница. Встречай с ракетницей. Макс может поднять сигнал жестянщику о том, что его нужно забрать. Или сообщить о выполнении задания. Прикольно. Это удобно. Оставайся с машиной, я пойду один. Да, насторожай, Чанщик, если у вас священные миссии. Можно не обращать внимания. Плюй на него и иди своди с кем-то счеты. Давай, не стесняйся. Ну что ж, так и поступлю, пожалуй. В таком случае. Давай, Грит, не стесняйся. Так, ну давайте посмотрим, что за хрен с горы и что ему, собственно, надо. Ага, это ты. Роешь песок. Поливаешь кровь. Сбираешь осколки прошлого. Ты говоришь, что ищешь безмолвную равнину. Но ты не придешь по ней. Сидя в омках в прежней жизни, вечно убегая от всего человеческого. Однажды безмолвная равнина закончится. И начнешься ты. У тебя есть цель в этой жизни, друг мой. Хотя ты не смеешь даже мечтать об этом. Но сначала будет боль. Много боли. До того, как ты познаешь свое предназначение. Ты меня совсем не знаешь. Доглядься вокруг. Посмотри на дюны. В их тенях таются полузабытые страхи. Ты всегда бежал от этих призраков. От безумия, которое кратется за тобой. Ты же пришел к Гриффе не просто так. Глубоко внутри среди ужасов, в которых ты бежишь. Заключена твоя сила. Гриффе тебе поможет добраться туда, куда ты боишься заходить. Откроет твое предназначение. Значки Грифф. Развивайте способности Макса, обменивая значки у Гриффа. А, нифига, это прокачка получается, да? Неплохо. Давайте посмотрим тогда. Живучить. Увлечить способность, чтобы увеличить максимальный запас здоровья Макса. Хорошо. Метаборизм. Увлечить способность, чтобы пища восстанавливала больше здоровья. Разумность используется в том, чтобы повысить уровень славы Макса на единицу. Отжим. Увлечить способность, чтобы получать больше воды из источников воды. Детальность. Увлечить способность, чтобы получать больше ломов в трофеях. Неплохо. Адаптация. Увлечить способность, чтобы экономить топливо при вождении. Выучка. Повышать урон при атаке оружием ближнего боя. Так. Дольше оставаться в режиме ярости. Больше боеприпасов при сборе трофеев. И дольше поменять оружие ближнего боя. Блин. Хочется все, но у нас всего 4 пункта, так полагаю. Давайте прокачаем тражевучесть. Далее. Наверное, прокачаем отжим. И детальность. Больше ломов в трофеях. Так. Осталось одно очко. Столько всего еще хочется прокачать. Блин. Так. Ближний бой. Режим ярости. Давай на боеприпасы. Я думаю, что пригодятся еще в дальнейшем. Закончи. Подтвердить. Нажать кнопку подтвердить. Окей. Оригинальная прокачка сделана. Да, сейчас какого-то непонятного чувака, который ходит с креслом-каталкой на спине и говорит тебе какие-то пророчества. А потом вдыхает наркотики в лицо. Да уж. Однако. Давай, Макс. Он просто так стоял на корочках, ждал пока кнопку. Нажал кнопку, он уже поднялся. Окей. Да будет так. Грифа помогает Максу вызывать способности в обмене значки, которые можно получить за прохождение испытаний. Вот оно как. Итого, получается, у нас есть прокачка самого персонажа, нашего главного героя, и прокачка его тачки. Очень даже неплохо. Наводчики. Плохо. Что еще, блин, за наводчики? А где машина? Где машина? Не здесь. Подать сигнал жестянщику. Если жестянщик далеко, вы можете подать ему сигнал, выстрелив из ракетницы. Вскоре после этого он приедет на шедевре. А также все округа сберется на этот выстрел. Потому что видит его не только жестянщик, наверняка. Проблемы? Я и у шпионов. Они крались, они хотели похитить ее. Нужно было отогнать ее в безопасное место. Для терять времени нужно собрать машину. Воистину. Святой, мы сделаем богоободное дело. Добыли все необходимые для системы... Все необходимые для системы нитро. Гараж. Так, меню гаража. Ну, погнали. Подожди, а гараж-то у нас тут у нас лагерь. Гараж у нас здесь слева был. А, вы можете, в общем, прийти в меню гаража, выбрать соответствующий раздел меню паузы. Вот оно как. Да, пробуем гараж. Пришло время установить наш шедевр нитро. Выберите категорию нитро и установите за излучение два заряда. Теперь, когда уровень угрозы снилась, жестянщик может использовать собранный лом для установки двух зарядов нитро. У нас есть нитро. Это совсем простое средство. А то он работает, его можно применить дважды. Неплохо для начала. Установив систему выпрыска нитро с двумя зарядами. Давай. Два заряда, установка завершена. Так. А больше пока ничего не открыто нового. Вот, видимо, когда миссия какие-то выполняешь, открывается. Ох, сколько здесь всего их. Ну, тут все закрыто получается. Наклейки. Нифига, что такое нету? Краска. Прикольно. Ладно. Так, как нитро? Система нитро собрана, пора ее крестить. Вводи святые сани на дорогу, я знаю, куда ехать. Ну, давай. Испытать нитро. Нифига, ну-ка он испытывается. Нитро на А. Двигайся к краю и примахнем в ту сторону. У-у-у. Она парит. Я знал, что она не издюжит. Прикольно. Открыто достижение на взлет. Очень даже неплохо. Уничтожить наводчики. Таран. Использит нитро для выречения урона от лобового толкания тарана. Наводчики. До свидания, наводчики. Ох ты, мать твою. А ты откуда взялся? Готов, родной. Миссия пройдена. Праведный труд. Работа продолжается, но шедевра не хватает сердца. Мне нужно 8-рядовый мотор. Меню паузы теперь доступны в меню улучшения Макса. Вы можете изменить снаряжение и внешность Макса, а также получить новые инструменты и навыки для рукопашного боя. Новые улучшения становятся доступны с повышением уровня славы. Вот оно как. Ну, дай посмотрим. Макс. Так. Добро пожаловать в меню улучшения Макса. Для доступа к улучшениям и навыкам нужно повышать уровень славы для их предотвратения требуется лом. Так. Кастеты у нас новых пока нету. Куртка. Если облучшить куртку, Макс сможет выдержать больше урона. Используется такая. Можем... Нет дополнительного защита от оружия и кулаков. Нет. Нафиг надо. А вот она. Смотрите. То есть мы сейчас уровень пятого жертвы. А когда мы достигнем уровня дикарь, получается, так полагаю, да, то у нас будет новая куртка. Видимо, так это работает. Так. Защита кистей. В общем, только то, что новым подмечено, то, наверное, доступно нам. В этом разделе Макс приобретает новые эффективные навыки для рукопашного боя. Так. Давай попробуем. Завершающий удар. Серьез ударов можно завершить мощным добивающим приемом. Стоимость 25. Покупаем. Так. Подожди. Парирование атак с оружием. Парирование атак с оружием ближнего боя голыми руками. Давай. Инструменты. Так. Граждадер позволяет открывать запертые двери и контейнеры. Давай. Смотри-ка. Вот это не было посвящено новым. То есть тут. Получается, нас маять вручную, видимо, все-таки. Улучшение для дробовика. Улучшение внешности. Нет. Пока все остальное закрыто, по-моему. Да. Ну что же, ладно, друзья, это было неплохо. Я предлагаю на этой эпичной ноте, пожалуй, закончить сегодняшнюю серию. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. Потому что здесь много всего интересного. Для вас играла комментировавалдай. Это была игра Безумный Макс на Эпик Тайп. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok